У каждого есть история, которая достойна того, чтобы превратиться в книжку. Я думаю, что это правда, потому что у каждого человека есть его естественные читатели, которым интересна его жизнь. Для этого, конечно, нужно историю вместе рассказывать, но и вообще догадаться о том, что ты кому-то интересен. Мне это кажется обалденно важной гуманитарной задачей, потому что прогресс в производственных отношениях приводит к тому, что самым главным товаром, самым главным дефицитом становится востребованность. Ты должен строиться уже не так, чтобы быть кому-то вообще нафиг зачем-то нужным. Книжка способ быть кому-то нужным. История. История – это артефакт. Когда ты рассказываешь историю, ты обнаруживаешь, что у тебя есть содержание, которое кому-то интересно. И, собственно, книга – артефакт. То есть она может по всякому разному меняться. Можно сейчас поговорить, как именно она будет меняться. Но все равно она отличается от блогерства, от видеоблогерства и так далее, тем, что это некоторая история. То есть это нарратив, он достаточно длинный, и он фиксирует некоторое твое мировосприятие. Ты вот это нажил, вот это показываешь, это кусок тебя, и к этому относятся. Книжка, по-моему, это вот это. Кино тоже самое. На самом деле, любое искусство. Но поскольку мы существо вербальное, книга в этом смысле особенная история, потому что вот это все только в буковках. Продолжение следует...